Йоу! Привет, дружище! С тобой, как всегда, я и у тебя с Шиморо, и добро пожаловать, неожиданно добро пожаловать в Counter-Strike Global Offensive. И ты знаешь, почему я сюда вернулся? Потому что в игре случилось знаменательное событие. Мне о нём ребята писали, и вот я в него вошёл. Ну, точнее, в это событие. Значит, вот так. CSGO исполнилось, оказывается, 20 лет, и в честь этого CSGO выпустил вот такие кейсы. Я потратил 5000 рублей для того, чтобы проверить эти кейсы и проверить свою удачу. Помнишь, когда я давно не открывал, долго не открывал кейсы, мне выпал вот такой вот нож за 50 с чем-то тысяч рублей? Это редкий паттерн, это мраморный градиент Коготь. Я для этого, я, соответственно, на видео это сделал, и тебе это показал. Так вот, пришло время открыть ещё 20 кейсов и проверить мою теорию. Когда долго не открываешь, что выпадет? Поэтому будем сейчас проверять. Тебе спасибо за лайк, потом пойдём, может быть, поиграем, покатаем, посмотрим на скилл, как говорится, отцовский. Остался он или не остался, в общем, такие у нас ситуации. Значит, спасибо за лайк, мои хорошие, мои хорошие, мои радостные такие все улыбаются. Значит, поехали смотреть. Чё у нас здесь в контейнерах? Используем ключ. Вот так вот выглядит контейнер. Классический нож здесь. АВП, дикий огонь, посмотри. Вау, 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 типа драгон лор, но только дикий огонь. Слушай, ну красиво, красиво, так, сексуальненько, сексуальненько. Остальное всё тут такое, как бы. Ай, вот это золотой фамас прикольный. Подожди, да, золотой, смотри, золотой фамас есть прикольный. Так, чё у нас ещё? А чё у нас ещё здесь есть, есть скинов? Ну, так себе, так себе, как кашка вонючая, вонючая в жопу. Так, значит, ну, получается, только классик найф нам нужен. Давай проверим, достойны ли мы с тобой классического ножа, как говорится, в Counter-Strike Global Offensive. Всё-таки очень давно мы с тобой в Counter-Strike Global Offensive играем. Ну, я уже давно не играю, как бы. Но, тем не менее. Поностальгируем, как говорится, да? Проверим свою удачу, проверим, есть ли она, и, соответственно, падает ли здесь что-то. Да. Падает залупа, как говорили. Знаешь, залупой пахнет когда-нибудь. Чувствовал такое? Вот в CSGO именно так. Когда ты открываешь кейсы в CSGO, у тебя реально запах залупы присутствует очень твёрдо. Как говорится, ну, залупы, в смысле, не выпадение чего-либо. Ну, что-нибудь, фиолетовый-то дропнется? Нет, смотри, одна синька. Братишки мои, сестрёнки. Пенис кучерявый, как говорится. Да посмотри. А может быть, классический нож нам, Гейб? Гейб, ну, подари мне. Я всё-таки так много открыл за всё это время. У меня такая большая коллекция, Гейб. Я тебе сейчас покажу свою коллекцию ещё раз. У меня такая большая коллекция, Гейб. Я тебе... Я тебе... Я себе столько открыл, понимаешь, Гейб, у тебя. А ты мне не можешь сейчас классический вонючий нож дать. Неужели одна синька? Да ладно! Я не верю. Моё теория не работает, получается, на самом деле. 20, понимаешь? Я 20 кейсов купил. Как ты думаешь, будет у нас удача? Нет? И... Да, нет. Да, нет. Не знаю, фиоля, остановись! Пожалуйста. Вот такая мне випендра выпадает. Пистолет-пулемёт ЮМП-45 часто не воспринимают серьёзно. Да и это как-то выглядит не серьёзно. Кстати, они стали скины делать не просто уже наклеечки, а они стали модельки делать. Посмотри! Это чё-то новое в CSGO. Раньше они только покраской занимались. Вспомни, да? Слушай, я чё-то пропустил, по-моему, этот момент, что в CSGO теперь стали делать именно так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, давай посмотрим, может, дорогие пипендрии какие-нибудь у нас будут. Всё-таки кейс новый здесь. Хотя он не такой уже новый, насколько я знаю. То есть прошло уже время, недели или полторы, когда он вышел. Я не знаю точно. Но я знаю, что не новый. Но вот ножик в нём есть. Так, пёлочка у нас посыпалась, да? P250 Inferno. Ну, посмотри, какие объёмные скины стали-то, а? Смотри-ка, работают, чё-то делают. Я-то думал, уже Писос положили свой болт. Чё, играешь в CS? Расскажи мне. Чё вообще происходит в CS? Чё там с читерами, со всеми вот этими делами? Рассказывай, давай. Рассказывай. О, смотри, Пиписондри какой-то уже. Ну, смотри, да, модельки изменяют. Стали модельки делать. Поняли, да, что конкуренты нормальные, шутеры там всякие. Делают модельки с нуля. Они просто скинчик нахуячивают. А, это я понимаю, это я понимаю. А, это Габен решил, а? Исправляется, исправляется. Смотри-ка. Молодец, как хорошая. А это же такое. Ну, прикольно, кстати. Прикольно. Из PUBG, чувак, смотри, в шлеме из PUBG. What the fuck, man? Sacrifice. Жертвоприношение. Это какой-то троллинг PlayerUnus Battlegrounds, по-моему. Что там делал шлем из PUBG, я не понимаю. Но там явно чувак из PUBG с крыльями. Sacrifice. Жертвоприношение, охуение. Бла-бла-бла. Ладно, давай посмотрим. Мне кажется, что ножа не будет, понимаешь? Мне кажется, ножа не будет, потому что... Но вероятность этого, она есть. Потому что я не открываю вообще кейсы. Я вот решил этот выпуск тебе, как говорится, потратиться. Ты мне миллион тысяч лайков ставишь, естественно. А я тебе открываю, понимаешь? Как бы... Вот просто как поностальгировать, понимаешь? Вот ностальгия на меня нахлынула. Открыть коробочки. Очень хочется посмотреть, что внутри. А внутри говно повонющее, блин. Так я не хочу расстраиваться. Давай не будем нервничать. Пожалуйста. Пожалуйста, давай. Давай попробуем. Давай попробуем еще. Сейчас наставим. Вот сейчас нож будет, смотри. Все, детские игры кончились. Смотри, сейчас бац, и выпадает нож. Ага. Конечно. Давай, давай первый откроем. Первый весь и первый ключ. Давай попробуем. Потом последний-последний, потом серединка-серединка. Вот сейчас нож. Я прям чувствую уже нож... Вот он, веянди, веянди. Понимаешь, веет. Веет. Ветерок дует. Ветерок дует дорогого ножа за миллион тысяч рублей. Давай посмотрим. Давай. Я, по-моему, комбинацию свою сорвал. Ну ладно. Значит, вот сейчас будет нож, смотри. Блядь, да сколько они напихали этих... Этих глоков сюда. Вот последний-последний. Смотрим. Давай, гип. Давай, гип. Не подведи. Не подведи. Моя теория должна работать. Давно не открывал гип. Да ёб твою мать. Это что такое? Это что за коллекция говна? Боже мой. Коллекция говна в моем инвентаре, дорогие друзья. Я не верю. Ну хотя бы АВП красивую мне. Ну ладно, не нужен нож. Не давай сейчас нож. Дай мне красивую АВП, пожалуйста. Да что ты будешь делать? Слушай, ну это вообще не пенисно. Я не верю. Я не верю, что со мной это происходит. Я так редко это делаю. Я потратился. Я решил сделать, чтобы красиво. А получается член Сосамбо. Господи, одна синяя. Вот здесь нож. Все. Это нож. Вот он. Гладим его. Гладим его по нижней части. Гладим его с этой части. Гладим его. Трогаем, трогаем кончик обязательно. Чтобы ножику было приятно и он выпал. Трогаем основание. Гладим дальше. Гладим здесь. Все. Погладили. Хорошо. Давай, родной. Я нагладил тебя! И это невероятно! Сейчас контракты сделаем еще, да. Ладно, контракты сделаем. Значит, моя коллекция. По новизне. По качеству. По качеству. По качеству. Подожди. По качеству. По-по-по-пом-пом-пом-пом-пом. Снаряжение. А, я могу как-то? Подожди. Как здесь сейчас? По ячейке, по новизне. По качеству, по алфавиту. По алфавиту. А чё он не прогружается ни хрена? Ну, ножей, конечно, не так много уже. Вот, к сожалению, как бы. Но все любимые, понимаешь? Я все их люблю. Все они красивые. То есть, они особенные, да? То есть, эти ножи, они... Ой, чё у нас прогрузилось не так? Они, знаешь, здесь был только что нож отсортировался куда-то не туда, как говорится, да? Вот, они все для меня что-то значат, понимаешь? Они все любимые, они что-то имеют в виду. Вот мои драгон лоры, мои хорошие, мои красивые. И все здесь собрались, понимаешь? Статтрек. Статтрек АВП Бах это, понимаешь? А иконка была другая. Чё сделали, блин? Кстати, наклейки мои старые, они стали очень дорогими. Я прям удивляюсь, как это всё растёт, понимаешь? Когда вот у тебя старые коллекции и всякие разные. Вот моя прелесть прямо с завода. Это офигенный паттерн Глок. Невероятно офигенный паттерн. Это у меня очень много редких всяких песосочек. Очень много, которые люблю, которые ценю. Ну ладно, это говно всё. Значит, давай сделаем чё. Заменить для террористов, использовать в контракте. Поехали. Контракты. А как сейчас контракты делаются? Использовать в контракте. Ладно, используем в контрактах. Используем в контракте, используем в контракте. Используем. Чё-то контракты как-то давно не делал, прикинь. Прям я прям чувствую. Вот из новой коллекции, да? Всё, обмен, согласие на обмен. И выпадает нам невероятно 5-7-боди! Этого у нас не было. Так, ладно, подожди. Давай ещё используем в контракте говница всякого. Всё, всё, что мне. Вот так вот можно, да? Почему нельзя быстро это перенести? Ладно, давай ещё вот это вот говно используем. Вот это используем. Всё, что у нас есть. Вот это я не буду использовать радиационные опасности. Это дорогая писи. Так, 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 ничего лишнего. Согласие на обмен. Новый! Это коллекция Горизонт. Это мы говна с тобой похавали, да? Давай ещё. Давай ещё контракты сделаем. Почему бы и нет? У меня синька ещё есть. Вот это новая. Вот это тоже новая. Надеюсь, новую коллекцию нам всё-таки дропнет. Ау, говняный какой-то там. Затерянная земля какой-то. Вот это вот дорогие вещи. Это очень дорогие вещи. Бля, я не могу больше. Это отцовский огонь. Данк, бля, это всё дорогие. Это очень дорогая пушка. 7 тысяч рублей стоит вот это вот. Вот это вот змеиная кожа. В офигенном паттерне. 7 тысяч рублей, понимаешь? 7 тысяч рублей. Понимаешь? 7 тысяч рублей. Шаблон раскраски. Паттерн тут показывается. А я могу посмотреть сейчас. Осмотреть на модели. О, осмотреть модели. Да ладно! Даже так теперь можно! Можно посмотреть, как челик выглядит с этим. Да, больше я не могу таких контрактов сделать. Так, подожди. А фиолочки где у меня? Вот новое говнецо. Давай попробуем из фиолочки сделать контракт. Ням-ням-ням-ням-ням. У меня фиолочек нет, короче, да? Я понял. Смотри. У нас выбор с тобой невелик вообще, как говорится, да? Ну вот из этого говна сделаем. Вот из этого. Вот из этого. И вот из этого. И... Нет, это Борис, хуй попадёшь. Это тоже редкий паттерн. Это очень хороший паттерн. Это тоже, это, блядь, это нельзя. Вот. А ещё не хватает. Ещё не хватает. АВП. Древесная гадюка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, ну это тоже секс же, да? Это секс? Это немного потом... Ага. Не-не-не. Ладно. Давай, дорогой контракт! Чё там выпало? Чё выпало-то? Ты чё, кукурузник, блядь? А? Да. Выпало из новой коллекции вот такая залупа. Какого качества? Какого качества залупа? А, ножи отсортировались, да, получается у нас наверх? Вот они, посмотри. 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 Руби. Рубин. Посмотри. Посмотри. Рубин, смотри, какие. Ой, ой, ой. Я не могу. Я когда смотрю на них, у меня прям чувство возбуждения. Оно прям не проходит, понимаешь? Я не могу. Я не могу, мои хорошие все. Все здесь собрались такие радостные мои. Здесь в инвентаре моем такие лежат, такие хорошие. И господи, господи, ты посмотри, посмотри, какие они. Посмотри. Смотри на паттерн, смотри. Смотри. Смотри, ты видишь, смотри. Смотри. О-о-о! Мои, мои радостные. Мои радостные мои хорошие мои. А ладно. А, знаешь, давай теперь пойдём покатаем. И посмотрим, что у нас выйдет из этого Нож мне не дропнулся Гейб, жопа, жмот и вонючка Ну, это все логично Раз уж вонючка, значит вонючка Поиграем в голодные игры или бой нас Давай в голодные игры, наверное, пойдем Поехали Ну что, братья мои, сестры, значит Скаточка у нас начинается Мы с моим мальчишкой Ну, точнее, с товарищем Сейчас будем с тобой смотреть, насколько изменился CSGO Да, вообще, насколько изменился этот режим Насколько у него сексуально играть, насколько нет Насколько я слышал, в игре теперь у нас есть, соответственно, звание Да, то есть, как тебе это объяснить? Ну, знаешь, ты играешь, когда в соревновательный режим То есть у тебя дается звание То есть, насколько ты петушок Игра определяет, соответственно, по этому званию То есть, если ты сильвер вонючий, да Не в обиду сильверам Ну, значит, ты говно Ладно, сейчас Если ты, у тебя низкое звание То значит, ты плохо играешь, типа, да Если у тебя высокое, ты чувствуешь себя хорошо Правильно? Правильно Все хотят высокое звание Правильно? Правильно Многие сильверы становятся читерами в подобных играх Чтобы стать высоким званием И похвастаться перед своими друзьями в школе, на работе, на учебе, неважно где. Знаешь, потому что для людей это важно, иметь высокое звание. И теперь разработчики, как я понял, решили... Ну, открывайся, ёптить. Решили, соответственно, сделать нам тоже такие звания. Ещё я слышал про изменение, что пока жив твой член, неправильно пока жив член твоей группы, соответственно, или ты, да, например, у меня уничтожили товарища, пока я жив, я смогу возродиться. Если нас убьют двоих, то ты возродиться не сможешь. То есть такой дают второй шанс, понимаешь? То есть, чтобы люди не бомбили и не перезаходили в лобби, да, на катку на новую, соответственно. О! Дается второй шанс. Давай заминируем эту дичь. Смотри, грязно, как у нас. Смотри, мы с тобой прям, блин, я в какой-то Payday себя сейчас ощущаю, я не знаю. Ой, как давно мы Payday снимали, ёпт. Ты смотрел Payday вообще у меня на канале? Пересмотри плейлист. Это такой секс. Это, господи, я-то помню, сколько мы записывали там одну миссию, чтобы пройти её идеально красиво для Ютуба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, что сейчас там с игрой, но Payday для меня такие охуенные воспоминания. То есть, бывало, там засядем, там, три часа, четыре часа сидим, миссию делаем, блядь, уже всех бомбит. Уже всем это неинтересно, но ролик надо сделать, и мы делали этот ролик по Payday с моим братишком. А это были такие интересные времена на канале по идее для тебя снимал вот но потом игра слишком много читеров слишком много всякой такой залупы там читы как читэнженом как-то люди себе делали аккаунты как-то это сразу мотивация пропадала то что у людей ты там сидишь стараешься играешь а люди как бы заходят и читерят там но это как-то вообще стремно ты получаешь какие-то достижения игра офигенная если бы не античит система вот я не знаю что сейчас по идее напиши мне вот этот момент мне напомнил очень сильно поедай да то есть поедаем членом по голове не бей там парам где все вообще где кому-нибудь убью вообще сегодня нет но это интересно как бы возвращаться в кс поигрывать не этот режим интересен кстати больше чем многие остальные потому что все-таки голодные игры здесь они сделаны более менее по-своему да то есть вот эти дроны которые носят тебе херню соответственно и все прочее то есть если ранговая система здесь работает соответственно тебе будет сложнее играть потому что будут появляться тигрены и львы и у которых а такие же достижения примерно как пусть она хорош а друг а вот и друг давай вот это я на имел вот это яга а зачем ты руку расслабил то дай себе так вот мой мальчишка выживает я могу резнуться сейчас я все потерял я заболтался с тобой я заболтался с тобой поймала что значит давно не играл понимаешь мне подожди сейчас сейчас как говорится батька воспрямит духом и возьмет себе в руки или в руки кого-то возьмет тот кто батьку тогда посмотрим что здесь снова пойду снова мы с тобой открываем сейф и слушай ну реально какие-то знаешь есть у них такое частичное как будто они ну как бы но и решили сделать поинтереснее давно блин зря потратил бабки а динамит то фигня мне но у меня в принципе достаточно денег чтобы мне купить нужные девайсы для выживания да нам нужно с тобой броня и нам нужно с тобою бам 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 мет шприц соответственно эти девайсы помогут мне жить дольше броньку как бы можно не в приоритете как бы ставить но тем не менее насколько я помню когда мы с тобой поигрывали в этот режим данный не так много играл вот насколько я помню бронежилет всегда можно найти вот и он часто валяется его можно снять с убиенного тобой соответственно противника но если насоса сильвера и соответственно как бы не в обиду сильвером опять же сказал и соответственно как бы получать с этого удовольствия так давай маленький собрали значит так наш парень ушел очень далеко это в принципе очень хорошо то что он ушел далеко потому что если меня или его убьют у нас есть шанс выжить да то есть то есть игра как бы видишь тебя получается разделяет сейчас то есть лучше бегать вместе до чтобы два ствола принимать противника или лучше сэсэйвится да то есть по одному подай но вот вот для меня для тигриного льва до настоящего убийцы уничтожителя и порабощателя всех fps шутеров соответственно мне очень важно чтобы я жил дольше до соответственно чтобы не был второй шанс то есть этот чувак мне может дать шанс я могу пойти попробовать рискнуть убить всю вражескую команду противника например и мой член где-то далеко как бы от меня ну такое в жизни наверное тоже бывает я не знаю всех по разному но вот тем не менее он далеко и я могу выжить 2 у меня есть второй шанс что теперь у нас есть нож мой нож не трожь что-то я никого не слышу понимаешь это очень странно и вообще никого не слышу а где-то же должны быть писандри вонючих наш тут прячется да поэтому я буду сейчас рисковать наверное зря мы сейчас вот близко так встали опа-опа-опа-пам кто это откуда с той стороны откуда очень издалека потому что урона прошло не очень много одно попадание с глока как будто одно или два вижу все понял понял а почему мы голубые почему все желтые а мы голубые наверное потому что мы члены но друг друга отряда где-то вонючка нас спасет понимаешь это очень плохо если вонючка нас спасет надо дать ему так это попадание есть у него очень мало хп он сейчас там захиливается нужно родной и родной мой родной вот это да вот это я метатель играет что давно не играл правильно в колись маленький в колесе я убью его я убью его слышу убегая убегаю маленький разниска да яички спрятал до штанишки яички штанишки но я приду о какая задержка с убийствами так здесь кто-то еще мы показываю вот знаешь что это очень важно иметь сближение с целью когда ты интегренный лев а с дробовиком главное дать хоть шуткой говорится да не бани какие-то задержки диссинхроны небольшие по моему петупи соединения здесь на этих серверах в отличие от именно петупи как будто работает как во многих голодных играх то есть не сервер обрабатывает абсолютно всю информацию а игрок обрабатывает игрока как говорится да то есть друг другу передаются пакеты и если у кого-то с пингом проблемы либо какие-то провалы трафика соответственно у тебя происходит задержки в убийстве игрок не передает серверу информацию и тебе соответственно о том что он умер то есть ты в него стреляешь происходит задержка связанная с пингом и это соответственно тебе информация я я думаю что там шебуршит понимаешь прыгнул привод вот это называется еблетом на пулю тихо 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 сейчас я успокойся живи живи и чуханка живи чуханка несу молодец молодец смотри какой сейфовый у меня тиммейт еле мышку правда держит еле водит врезается в стены но это вот вот такой мне нужен вот такой мне нужен я буду убивать буду рисковать меня будут убивать а и соответственно он будет выставить сейчас нужно собрать девайс по броне все плохо нажмут зона жмет я хочу что-нибудь забрать чуханка беги чуханка несись так хорошо но я принципе остановился у меня все окей патронов нет здесь есть надо занять позицию слушай интересно интересно стал геймплей такой прям хорошо чуханка зачем-то кинул смог я не знаю но в принципе и так наверное было слышно что мы здесь главное чтоб спину не зашли то очень важно чуханка под смоком здесь прямо за стеной давай открывай чеку надо обходить либо он сейчас будет обходить поймали поймали ласку петуха принес ты ты котлету ба нет давай аук нету рук бери аук и стреляй что-то месяц чтобы был помпом хорошо хорошо мне принес аук это очень круто то что у него девайс теперь мне нужны патроны очень срочно и все и это катка наши по идее потому что аук это сила понимаешь это 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 пушка стреляет за тебя как говорится да ну нет соответственно с моим скиллом за меня она стреляет с чем-то другим естественно нет больно жарит жопу зоны больно нам с тобою хорошо нам нужны с тобой патроны он хорошо что дрон пришел так дрон у нас есть мальчишка у нас заказ сделал две пачки патронов заказал красава слушай его хорошо видишь то есть и чувак играет тактически так 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 берем шприц сейчас нужно до полочки до лечиться и уничтожать противника очень опасные то есть он у него прыгуны попрыгунчики вонючие маленький интересный стал режим очень мне очень нравится я не знаю почему поэтому с тебя миллион тысяч лайков как бы понимаешь видишь как возвращаюсь тебе в кс как ностальгию тебе делаю сегодня а ты наверное забыл опять поставить лайк у нас бывает чтобы где мои сладкие беперони мартышечки мы вниз к нему давай вниз к нему а тут жарит тут жарит тут жарит тут жарит брат короче нужно и бежать в сектор где остальные тигриной два сектора осталось мне кажется пасутся где-то здесь а ну конечно дома до мартышка жива чуханка точнее чуханка погиб заебись я один давай тащить минус 1 там склёст минус 2 нет рук берял и ластецкий невероятно мы берем топа геймбру расключаем и блум я радостный поймешь да посмотрим что там так ранг капитан это общий ранг у нас до получается но ранг аккаунта как бы я капитан 20 а вот она звание повышена я бегущий заяц один у меня 10 побед в запретной зоне ваше звание в режиме запретная зона бегущий заяц как звучит понимаешь не сильвер не глобала бегущий заяц у его как-то звучит на самом деле ван любом случае стя лайк если хочешь еще кс го не забывай вебать не все целую тебя люблю на давай